Вдоль берега О Николае Николаевиче Еремине многие красноярцы говорят как о человеке-легенде. Я познакомилась с ним в начале 80-х, когда в качестве молодого автора стала заглядывать на пятый этаж старинного здания на проспекте Мира, где тогда располагалась редакция газеты «Красноярский рабочий», и по определенным дням недели там собирался поэтический клуб «Лукоморье». Возглавлял тогда этот клуб и соответствующие страницы в газете «Красноярский рабочий» Николай Николаевич Еремин. Николай Еремин родился 36 июля 1943 года на Дальнем Востоке. В 10 лет переехал с родителями в Красноярск, член Союза российских писателей, пауриат многих литературных премий. Сам Николай Еремин пришел в поэзию, пришел в литературу, с одной стороны, как очень ранний поэт. Его первые стихотворения были опубликованы, когда автору только что вот исполнилось 15 лет. А с другой стороны, его первые книги были замечены, были сопровождены напутствиями очень известных поэтов. И благодаря своей неустанной работе и ощущению себя в широком литературном пространстве, Николай Еремин прочно занял свое место в истории и сибирской поэзии литературы, и, я думаю, и российской. Люблю моя смородинка, люблю моя ранетка, люблю моя молоденькая тоненькая ветка. Люблю, когда весною безудержно цветешь. Люблю, когда со мною ты разговор ведешь. Я от тебя не скрою привязанность свою, и летом, и зимою, и осенью люблю. Не прячь напрасно личика за дальние моря. Рябинка, ежевичка, черемушка моя. Поэзия Николая Еремина исключительно гармонична и музыкальна. Не случайно красноярские композиторы охотно пишут музыку на его стихи, создают песни. А красноярские певцы охотно эти песни исполняют. По Николаевке светет черемка, по Алексеевке светет сирень. В последние годы Николай Николаевич очень много пишет не только стихов, но и прозы. Он активно помогает становиться на крыло начинающим автором. Он знаком красноярцам еще и как человек, который выпускает множество литературных сборников и альманахов. Как прозаик Николай Николаевич Еремин, прежде всего, мастер иронической малой прозы. Его рассказы о городе Абакански, в котором каждый читатель, конечно, красноярец, каждый читатель-красноярец узнает Красноярск полны и теплого, светлого юмора, и тонкой иронии, но иногда и сокрушительного сарказма. Произведения Николая Еремина. Мифы про Абаканс, компромат, наука выживания, поэт в законе, бубен шамана, от и до, доктор поэтических наук и многие другие. Вы только посмотрите на меня. На кого я стал похож? Какой из меня Ромео? Или Дон Жуан? Или Казанова? Все жизненные силы высосала из меня эта газета. Журналистика такая-сякая. Это вторая из двух древнейших профессий. Произведения нашего современника Николая Еремина включены в школьную программу. Все ученики края изучают его стихи в седьмом классе. Литератор известен не только в России. Его произведения переведены на китайские и английские языки. А в Поднебесной его считают своим поэтом. Отрадно, что мы и сейчас имеем возможность общаться с ним. Это неунывающий, нестареющий человек, распространяющий вокруг себя ауру жизнелюбия и творчества. Ты хороша, когда цветы в руках. И это отрицать уже нелепо. И синий плащ, мерцающий, как небо. И туфли на широких каблуках. Ты хороша, как солнце в облаках. Казалось, подойти к тебе опасно. Но около тебя тепло и ясно. И хочется забыть о пустяках.